Это программа «День с толком» в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Яблоко раздора, маршрут Шахи-Барнаул. Чем недовольны жители Павловского района и каковы аргументы пригородного перевозчика? Долго и не без сложностей. Впервые с 2002 года в Первомайском районе открыли новую школу. С аншлагом музыканты из Латинской Америки и Европы за четыре дня международного фестиваля буквально растопили сердца барнаульцев. Снизить инфляцию в годовом выражении до 4-4,5% и стараться удерживать ее на этом уровне в этом году планирует Банк России. Ради этой цели он намерен проводить жесткую денежно-кредитную политику, а именно ограничивать избыточное влияние спроса и его проинфляционные процессы. О таких мерах сообщили в отделении Барнаул Банка России. В декабре, по данным Банка России, инфляция ускорилась почти до 9%, и виной тому повышенный спрос на продукты. Значительно подорожали яйца, куриная корочка, свинина. В основном это произошло из-за роста издержек у производителей и переработчиков сельскохозяйственного сырья. Высокий спрос позволял переносить в цены выросшие издержки на оплату труда, на покупку импортных кормовых добавок, вакцин и оборудование. По данным ряда аналитиков, Центробанк будет проводить жесткую денежно-кредитную политику до начала четвертого квартала 2024 года и удерживать ключевую ставку как минимум на уровне 16%. Если инфляция будет ускоряться, не исключено и очередное повышение ставки. Эти процессы уже серьезно повлияли на охлаждение рынка ипотеки. Льготные программы только в отношении новостроек привели к резкому росту цен на первичном рынке и серьезному отрыву их от вторичного. Разница в ценах по стране достигла 42%. Жители Павловского района возмущены качеством транспортного обслуживания. Этот вопрос поднимали на днях на сходе жителей в селе Шахи. Встреча в итоге переросла в настоящий скандал. Что возмущает людей, какие аргументы приводит перевозчик и удалось ли сторонам найти решение проблемы, выясняла наша съемочная группа. Сейчас просят четыре. В чем проблема? Вам объяснили. А у нас-то кто? У нас на работе и штрафы и опоздание. Кто нам за это будет платить? Вы или он? Между жителями и перевозчиком в селе Шахи разразился скандал. Яблоко раздора – единственный пригородный маршрут номер 256 – Шахи-Барнаул. В газелях, конечно, ходят безобразно. Время не выдерживают. В газелях холодно. Летом грязно, не моется. Водители курят в газелях. Замечания сделаешь – бесполезно. У нас как бы невозможно уехать. Попадешь в автобус – хорошо. Не попадешь – стоишь, мерзнешь, пляшешь, как говорится, на снегу на этом. Собирали многократно собрание. Он нам говорит одно, а на самом деле другое. Он врет, врет и врет, и врет. Прям не боюсь этого слова сказать. Что еще сказать? Цены поднимает. Он прям быстренько с 35 поднял до 90 прям махом. И сейчас хочет поднять. Сейчас на маршрутах работает три машины. Люди опаздывают на работу и получают за это штрафы. Поэтому просят добавить хотя бы четвертую «Газель» и по возможности сократить временной интервал между рейсами. Три машины я отправил через 30 минут. Вот сами подумайте. Ему час-десять ехать в одну сторону. Вот получается, мой автомобиль уехал – час-десять. Через полчаса уехал – час-десять. Третий уехал – час-десять. Тот, который первый уехал, через сколько приедет в деревню? Посчитай. Ну что считать? Так оно получается… Через два часа. Так я вам еще раз объясняю. Я не могу поставить еще одну «Газель», что нехватка водителей. Водители, утверждает перевозчик, найти нереально. При этом днем «Газели» ездят полупустые. Да не надо меня снимать. Просто расскажите. Да ничего не буду говорить. Водитель маршрута, как и перевозчик, не захотел общаться с журналистами. Но последний все же сказал – отмены рейсов происходят из-за поломок транспорта или безответственности водителей. Хорошо, через месяц я найду водителя. Вот, как говорится, найду водителя. Будет четыре машины ходить. Не пришел водитель. Я уже взял на себя обязательства. А водитель не пришел. Машина не выехала. Я опять… То есть у тебя ни договоров, ничего нет. Так пришел, ушел и все. Правильно? А кто? Водитель. А кто по договору сейчас работает? Вот. Каждому хорош не будешь. Кто был хоть когда-то руководителем, тот знает, что любую замену сделать не так просто. Водитель заболел, водитель не вышел. Максим Петрович, спасибо, ему сам садиться за руль. Максим Петрович у нас работает с нашим селом уже 17 лет. 17 лет. Действительно, маршрут-то не очень прибыльный. Особенно в зимний период. То есть вот у нас утром уехало село на работу, вечером село приехало. А днем-то… Альтернатива выходить на Павловский тракт и уезжать с трассы. Они всю жизнь тут на трассу выходили, вот пусть выходят на трассу. Он, наоборот, шефы и остановок больше делал. Все дело для них, а они, видишь, все. Вообще, ну, по договору принесли. Такая разница. Платят вам нормально? Платят вам нормально. Нормально. Вариантов у нас пока нет. Если мы отказываемся от жоголя, ну, со всеми вытекающими. Пока компромиссы сторонам добиться не удалось, трем тысячам жителей села остается надеяться, что обещание, данное перевозчикам о стабильности рейсов тремя машинами, будет выполняться исправно. Елена Кузовкина, Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. С сегодняшнего дня бывшие жильцы аварийного дома на улице Партизанской, 70-Б, не смогут попасть в свои квартиры. Многие сейчас живут у родственников. Кто-то снимает квартиру. Изначально мэрия Барнаула предлагала пострадавшим разместиться в спортзале школы номер один. Но такой вариант все посчитали неприемлемым. И люди разъехались по родственникам, а также в съемное жилье. Один из бывших жильцов, Артем Товстокор, поделился с нами, что вместе с бабушкой живет у подруги, так как компенсация на съем жилья слишком мала. Сумма совершенно не совпадает с рыночной стоимостью аренды жилья, поэтому не было возможности просто снять. Лет 8 назад я не раз смотрел стоимость жилья. Они по этой сумме предлагают. Сейчас эту сумму ничего не снимешь. В целом, по словам Артема, все идет по закону, просто слишком быстро. Если его и других жильцов не устроит сумма компенсации за жилье и землю, а у них приватизированы не только квартиры, то придется обращаться в суд. Артем считает, что средняя рыночная стоимость квадратного метра земли в том районе, где находится их аварийный дом, составляет 150-170 тысяч рублей за квадратный метр. В Первомайском районе школьники наконец-то смогли начать учебный процесс в комфортных условиях. Еще на прошлой неделе дети учились в здании, которое было построено в 1963 году. Новая школа в селе Повалиха стала целым событием и для всего района. С 2002 года здесь открывают первое учебное заведение. Продолжит Ирина Корчагина. Несколько метров разделяют 20-й век и 21-й. Такие контрасты напоминают о том, что еще неделю назад юные жители Повалихи учились в здании 1963 года постройки. Сегодня свои двери для них распахнула долгожданная новая школа. Здание очень большое. Ребята у нас, конечно, сельские. Они избалованы такими объемами, площадями. Им сложно ориентироваться. Они сейчас теряются. У меня даже педагоги некоторые теряются в этом здании. Мест действительно хватит всем. В новой школе дети смогут учиться в одну смену. А еще руководство школы больше не будут дергать контролирующие органы. Ведь старое здание не соответствовало санитарным нормам. Так, под обеденный зал там пришлось отдать один кабинет истории. Здесь же, помимо современной столовой, спортивного и актова залов, есть даже зоны для арт-терапии. Если сравнивать с новой школой, то ремонт был там совсем плохой. Его делали каждый раз. Каждый раз что-то пытались улучшить. Но мало что получалось. Всего на строительство школы было направлено более полумиллиарда рублей из краевого бюджета. Стройка шла не так гладко, как хотелось бы. Объект должны были сдать еще в 2022 году. Однако из-за сложной экономической ситуации сроки пришлось перенести. В какой-то момент, признается директор школы, пришлось переделывать проект практически с нуля. Мы долго и, в общем-то, трудно шли к сегодняшнему дню. Но, наверное, разбор всех обстоятельств и ситуаций, которые складывались по ходу строительства, мы оставим на потом. Сегодня надо говорить о чем-то более высоком и важном. Кстати, по словам местных властей, в последний раз в Первомайском районе открывали школу еще в 2002 году, то есть больше 20 лет назад. Я думаю, что в такой школе уже ребятишки по-другому посмотрят на профессию учитель, если мы работаем в таких комфортных, хороших условиях. Я думаю, что они выберут профессию педагога и вернутся к нам в школу. Добавим, что сегодня в Крае запланирован капремонт 14 школ, а еще три школы, помимо Повалихинской, необходимо достроить и сдать в этом году. Так уже совсем скоро будет открыта новая школа в соседнем селе Боровиха. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Первых пациентов сегодня начала принимать новая 14-я поликлиника Барнаула. Спустя три года большое современное учреждение, которое теперь работает в формате консультативно-диагностического, открыли в самом нуждающемся районе города – индустриальном. Первым делом сюда перевели женскую консультацию, лабораторию и администрацию. Во вторую очередь здесь появятся абсолютно новые для поликлиники подразделения – травмпункт, отделение реабилитации, высокотехнологические службы. Отделения будут вводить поэтапно. Полноценно учреждение заработает ко дню защитника Отечества. На пяти этажах разместят 500 кабинетов. В штате к концу месяца будет 600 специалистов, в конце года – 800. В день здесь планируют принимать до 900 человек. Для комплексной помощи жителям самого густонаселенного района краевой столицы поликлинику оборудовали двумя маммографами, рентгенаппаратом и компьютерным томографом с особой чувствительностью. Всегда новое, это всегда интересно. Это воодушевление, что мы начнем делать то, что никогда не делали, и мы будем делать это для людей. Питомцам несанкционированного приюта в поселке Лесной помогут обрести новый дом. Барнаульские предприниматели и представители молодежного парламента. Они для каждого четвероногого создают портфолио, чтобы будущим хозяевам было проще выбрать себе хвостатого друга. В выходные молодые люди посетили так называемый приют для животных. По факту, это обычный участок частного дома, хозяйка которого 8 лет собирала и содержала беспризорных собак. Но частый лай и запах не нравились соседям. В итоге, с требованием ликвидировать приют, они обратились в суд и выиграли его. Решение вступило в силу несколько месяцев назад. Однако собаки остаются на участке, что сильно нервирует местных жителей. По словам активистов, уже несколько раз псов пытались отравить. Волонтеры в поиске свободного участка земли для переноса приюта ведут переписку с органами власти. К этой работе сейчас подключается и сообщество предпринимателей, а также молодежный парламент. Вместе с тем, общественники не теряют надежду найти собакам настоящий дом в любой точке края. На каждую саббату у нас теперь есть портфолио, где можно будет ознакомиться с питомцем. Питомцы готовы транспортировать, если это даже территория Алтайского края. За доставку отвечаем мы по городу Барнаулу, соответственно, также. Познакомиться с каждым из хвостатых можно в группе под названием «Приют лесной Алтайский край» во Вконтакте. Сейчас там больше 60 портфолио. Отметим, что 10 животных с момента судебного решения пристроить уже удалось. А вот жители Косихинского района признаются в любви к лошадям. Там накануне в Налобихе завершились уже восьмые по счету конные бега беспородных лошадей. В забеге на санях и верхом участвовали 30 человек из 9 окрестных сел. Подробности в сюжете Дарьи Ерошиной. Пышная грива и умный взгляд – несомненно достоинство каждой лошади. Но здесь кони должны показать класс в забеге. Хозяева готовят своих питомцев к состязанию. Красавица мира прибыла сюда из Косихи. Мне нравятся такие соревнования. Вообще мне лошади нравятся. И вот я надумал в этом году первый раз поучаствовать. Да, это моя лошадь. Я на ней не работаю, просто для души, так скажем. Данила заботиться о лошади учил дедушка. С ним вместе мастерил сани. Главное, говорит парень, проверять копыта перед поездкой и следить за сытостью. Ведру воды и снопсена на день коню необходимы. Среди наездников спортсмены-любители. А вот в рядах обыкновенных тягловых лошадок стали появляться танконогие породистые. Как эта разгадка? Ну тут интрига в чем. Вот они круг бегут, красиво, все. Но потом вот время интересно узнать. Вот это интрига будет. Начинали с рабочих. Сейчас уже идет как бы расширение. Люди стали закупать элитных кровных породистых лошадей. Уже шесть человек приобрели. Как бы стремятся, хотят победить, выиграть. Ну как бы возрождаем старое, как забыто. Было забраться давным-давно, черные силы пришли войной, а мы не знали, не знали. Несколько категорий участников. Лошади до трех лет бегут один круг, 800 метров. Те, что старше возрастом, два круга. Участвуют в гонке на сынях 23 участника, а еще четверо едут верхом. В их числе и победитель прошлых лет гром. Слова волшебные, чтобы договариваться с лошадью. А это секрет. Секрет. Да, никому не скажу. Потому что на нем кто другой садится, он не может управлять им. А как бы я, ну, пока справляюсь. Давай! Давай! Конные бега в Налобихе – это большие народные гуляния. Здесь собираются жители восьми окрестных сел. Многие не столько ради победы, сколько ради участия. Да и зрители пришли не только из жажды адреналина. Вообще за всех стараюсь оболеть, потому что все кони такие красивые. Варя пошел! Короче, классно. Да, интересно очень. Пришли посмотреть. Коник обожаем. Ну, всем нравятся кони, многим людям. Все любят посмотреть на это. Сейчас уже на них не работают толком-то, если честно. Для души просто держат, можно сказать так. Участие в конных бегах, которые с каждым годом становятся в районе все популярнее, бесплатное. При этом победителей все же поощряют. Организаторы собирают на призы, что называется, с миру по нитке. И, несмотря на все сложности, говорят, учредители мероприятия будут делать все для сохранения и развития таких состязаний. Настоящего сельского праздника. Дарья Ярушина, Владислав Ковалев. День с толком. Четыре дня рок-н-ролла, джаза и блюза в Барнауле с аншлагом прошел международный музыкальный фестиваль «Трибют». Артисты из Испании, Италии и даже из далеких Кубы и Аргентины покорили зрителей своим исполнением. Среди них была и наша съемочная группа, которой, к тому же, удалось пообщаться с иностранными гостями. Драйв, эмоциональность и огромная самодача. Так можно охарактеризовать четыре творческих вечера, которые стали настоящим подарком для зрителей. Известные музыкальные группы из Москвы, Европы и Латинской Америки под единым творческим началом объединил известный барнаульский продюсер Евгений Колбышев. Полгода он потратил на организацию фестиваля «Трибют». Трибют – это такая вещь, которая придумана не мною. И когда хорошие музыканты представляют песни и абитуар тех групп, которые они очень любят. То есть у нас был там трибют Ронни Стоунс, был трибют Дай Стрейц, Карлос Сантана. Сегодня будут играть испанцы. Испанская группа «Браза Хрутов Волс». Музыканты выступали на четырех площадках филармонии, а также в нескольких барнаульских барах. В одном из них в последний день фестиваля с сольным концертом выступила горячая испанская группа. Ее организовали после того, как умер известный музыкант Кен Хэнсли, с которым некоторые музыканты тесно работали. И в память о кумире решили продолжить его творчество и после его ухода. Репертуар простой. Мы играли с Кеном Хэнсли и чаще исполняем песни из последнего его альбома. Есть и авторские песни. В основном это рок или блюз. В составе мощной рок-группы не только испанцы, есть еще и гитарист-аргентинец. Он в Сибири впервые. Его особенно поразил снег. А всех еще и русская традиция – в снег после парной. Говорят, накупили сувениров и по-хорошему удивил Барнаул. Купили кулончики. Вот он уже висит у меня на шее. Что касается города, Барнаул – город красивый, великолепный. Это зима, круто. Один из лучших городов, где я был. Фестиваль «Трибьют» в Барнауле запомнят явно надолго. Некоторые уже признали, что с нетерпением ждут новой творческой встречи. Организаторы пообещали, что сделают все возможное для организации в Барнауле музыкального фестиваля международного уровня. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Материал собирали 10 лет. В Барнаульском музее «Город» презентовали книгу о народном художнике России Михаиле Буткееве. На 430 страницах уместилась вся жизнь мастера с детских лет до зрелого творческого возраста. Его воспоминания и его художественные работы. Подробности в сюжете. Михаил Буткеев – настоящий самородок. Он не имел профессионального образования, но при этом достиг высокого уровня художественных образов в своих работах. Так говорят эксперты. Буткеев – единственный народный художник из Алтайского края. Инициатива создания монографии принадлежит сыну мастера, музыканту Сергею Буткееву. Говорит, отец о такой книге лишь мечтал. В мечтах это было. Но он понимал, что это мало реально, мало выполнимо. Но пришло время, когда это стало возможным. И это благодаря городской администрации, администрации города Барнаула. Администрация взяла на себя все расходы по изготовлению монографии, которая вышла тиражом в 300 экземпляров. В ней не только анализ творчества живописца, его воспоминания, но и архивные фотоматериалы, фотоиллюстрации. Я просто был очарован. Я, знаете, очарован. Потому что очень важно для нас, для художников, то, как это будет передано в цвете. Это было просто шикарно. Он сидел с каждой работой. Он как хорошо знает эти работы, помнит эти работы. Ну, имеется в виду Сергей Михайлович, сын Михаила Яковлевича. И каждую работу они редактировали, правили ее, доводили до совершенства. Книга увидела свет в память о народном художнике. Но предназначена она в первую очередь детям, школьникам. Это своего рода учебник для подрастающего поколения. Вот в помощь этот человек, который отдал себя и войне, и творчеству, а значит и воспитанию наших будущих, многих-многих поколений. Книга поступит в школы и библиотеки. По словам главы города, ее тираж при необходимости может быть увеличен. Татьяна Голубева, День с толком. Два алтайских спортсмена в числе победителей Всероссийского этапа Кубка России по горнолыжному спорту, который завершился в Манджироке. Олег Фураев стал первым в дисциплине слалом-гиганта, Семен Ефимов – слалами. Всего в состязаниях участвовало больше полутора сотен сильнейших спортсменов страны. По мнению экспертов, борьба была конкурентной. Это подтверждает тот факт, что на пьедестал поднялись в итоге представители девяти регионов страны – Москвы, Краснодара, Красноярска, Калуги, Сахалина, Челябинска, Камчатки и Алтая. Одну медаль увезли в Беларусь. В 2024 году эти старты стали первыми соревнованиями всероссийского уровня на территории Манджирока. Кубок проходил под эгидой Государственного комитета России по физкультуре и спорту, Министерства спорта и Всероссийской федерации горнолыжного спорта. А на этом у меня все. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и сообщайте об актуальных проблемах и интересных темах. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok